По усам текло, а в рот не попало. Эта хрестоматийная фраза очень иллюстративно описывает направление финансовых потоков на рынке пива. Все больше этого химельного напитка поступает в Новосибирск не с местных заводов, а не пойми откуда. Естественно, что и налоги от производства и продаж в этом случае тоже идут мимо нашего бюджета. Наслушавшись разговоров на радиочастоте дальнобойщиков, новосибирские общественники недавно решили сделать на трассе контрольную закупку контрабандного спиртного. Бутылка написана коньяги. Вот мы видим казахская акцизная марочка на ней. Акцизной марки нашей нету. Соответственно, наш бюджет недополучил акцизы. Свернув с трассы, активисты даже не подозревали, в какую круговерть теневого рынка попадут. Когда мы решили просто прогуляться по одному из оптовых рынков Новосибирска, мы обнаружили огромное количество пива, которое продается фактически по стоимости акциза, подлежащего уплате. Пиво явно сомнительного происхождения, сомнительного качества, потенциально опасное. В логове пивных оптовиков общественники искали продукцию из Казахстана, где акциз существенно ниже российского, за счет чего пиво уже на старте имеет ценовое преимущество. Поэтому российские производители теряют позиции о бюджет налоги. Однако легальные экспортеры казахской продукции проблемой считают не столько налоговое разночтение, сколько теневые схемы, имеющие хождение в российском опте. Об этом, правда, с нами говорят лишь на условиях анонимности. Фишка в том, что товар заводится нелегально, не уплачивают НДС. То есть оно уже как нелегное, 18% дешевле. Легальное пиво, ну, дешевле, ну, процентов на 5, ну, максимум на 10, оно дешевле. Но здесь идет уже 15-20 рублей отличие. И очень странно, что правоохранительные органы на это спокойно служат, да. Магазин-то не проверяют. Когда-то видно сразу, пиво стоит там по 10 рублей. Возьмите вы документы, проверьте. Никто не проверяет. Отправляясь на экскурсию по следам пивных воротил, съемочная группа прецедента сталкивается с препятствием. Нас догоняет охранник и просит пройти к администрации торгового города Левобережный. А вы с какой цели снимаете? Ну, на какую цель? Нам надо разрешение, чтобы вам дали его. Несколько минут никому непонятных формальностей, и нам дают зеленый свет. Мы сюжет готовим. Сюжет по поводу чего? Рынок пива. А, вам по рынку пива. Ну, у меня только единственное, что это, чтобы не торгового города Левобережный. Да, конечно. Все. Пиво, да, у тебя? Да, у тебя, в принципе, нравится. Но интульгенция администрации теряет силу, как только мы находим в одной из фирм бутылки с подозрительно дешевой жидкостью. Здравствуйте. Так, нам разрешили снимать. А вот только что вводную дали, что запретили? Попросили выйти вас за территорию? Знаете, мы сейчас хотели просто поговорить. Не надо, не надо. А если люди не желают. Можно с вами пообщаться? А они пока еще не сказали, что не желают. Не желаете, да? Знаете, мы хотели просто, расскажите нам про самое недорогое пиво. Там по 25 рублей. Это где же вы такое видели? Пиво за 25 рублей. А вот, смотрите, смотрите. Я тоже увиделся, 26. Небольшое отступление. По мнению экспертов, по такой цене, конечно, при соблюдении всех правовых приличий пиво быть не может. Здесь же математика проста. Акциз 21 рубль на литр. На бутылку падает 10,50. Бутылка сама стоит, ну там, 8 рублей. Да, вот так вот возьмем. Это у нас получается, что там, 18,50. Себестоимость пива у крупного производителя это еще 8 рублей. 18,50 плюс 8, 26,50. Здесь два варианта, может быть. Либо это пиво, которое продается в убыток производителю или оптовому каналу, либо это пиво, в котором нет какой-то составляющей. Мы как раз и выясняем, какой из ценовых составляющих нет в продукции, найденной на Левобережном. А нас тем временем буквально выталкивают. Товарищи, указание пришло за руки взять и вас вытащить. Ну, вызывайте в полицию. Полиция уже здесь. Ну, пусть приходит и объясняет, как вы с вами должны уйти. Ну, вы выйдете на улицу, за территорию, за территорию, вы влезете в администрацию. Такие странные. Так, смотрите, вас тут четверо, да? Вы мешаете мне работать. Короче говоря, это толсткое предприятие. Нет, 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 предприятие. Обыкновенное. Ну, год и полиция. Сцена. Вызывали? Шесть. Вызывали полицию? Шесть, пять, да. Что случилось? Но стражей порядка, оказывается, беспокоит не правовой статус пива с сомнительной ценой, а наши съемки. Подождите, сейчас я хочу поговорить с полицией. У вас к нам какие вопросы? К вам обрутили замену охраны. Так. А что здесь? Здесь запрещено снимать. Я здесь, это арендатор этого склада. О, можно вас на минуточку? А вы кто вообще? Просто я, представьте, что я покупатель. Я к вам пришел и спрашиваю. Это пиво нормальное? А почему не нормальное? Оно обладает, ну, просто очень недорогой. Документ есть. Есть документ. Да, есть. А в ЕГАИС они стоят? Что? В ЕГАИС они стоят? Да, наверное. У нас есть ЕГАИС. Да. Вот это пиво тоже стоит в ЕГАИС? Наверное. ЕГАИС – государственная информационная система, в которой регистрируется операция с алкогольной продукцией по всей цепочке, от производителя до потребителя. Именно благодаря ей местные бюджеты получают от заводов акцизы, а федеральная власть контролирует оборот алкоголя. Все закупки и поставки пива фиксируются в этой системе. И, конечно, эта система позволяет контролировать, но все-таки здесь уже, конечно, нет тотального контроля. Мы не можем каждую закупку, поставку проверить, зафиксирована она в ЕГАИС или нет. Как и где отлавливать нелегальное пиво, пока толком не знает никто. Но потери от него существенны. Только для новосибирского областного бюджета, по данным экспертов, они тянут на 400 миллионов рублей в год. А это уже сумма, которой стоит позаниматься всерьез. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.